МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Главные итоги уходящего года. Глава города Алексей Сафонов встретился с журналистами. Дороги станут чище. В ДЭП поступила новая уборочная техника. Ведущие врачи-кардиологи ПОМЦ провели для саровчан бесплатные консультации. Подробности далее. Несмотря на все сложности, год выдался удачным и плодотворным. Удалось реализовать основные задуманные проекты, сообщил журналистам глава города Алексей Сафонов. Саров достойно показал себя и на федеральном уровне. Мы получили всю необходимую поддержку и специальные поручения по вопросам развития нашей территории. Очень активно прорабатываются разные варианты планов развития. Достаточно бюджеты емкие. Ключевым событием, наверное, для территории это стало подписание указа президента о присоединении территории к городскому округу город Саров. Это действительно уникальные события. Не обошли вниманием одной из самых громких событий года. Указ президента о присоединении северных территорий. Что даст это Сарову и как повлиять на жизнь в городе? Прежде всего, по мнению представителей администрации, новая география позволит создать дополнительные рабочие места и социальную инфраструктуру. Например, построить физкультурно-оздоровительные комплексы. Присоединением технопарка мы планируем как раз увеличить возможности города, ресурсы города и добавить некую гибкость для реализации тех или иных проектов, которые невозможно реализовать внутри периметра. С 1 января по инициативе и по одобренной президентам эта территория становится городом. То есть вопрос прямой налоги пойдут в город. Всю деятельность этой западной территории можно назвать на три компонента. Научная, производственная и социальная. Научная, вы знаете, да, это одобрено строительство Национального центра физики и математики. Центральным ядром которого стало открытие филиала, 8 филиала МГУ. Одной из центральных на пресс-конференции стала тема вывоза мусора. Жители города все чаще беспокоят несвоевременная уборка мусорных баков. В связи с этим администрация ведет постоянную работу с региональным оператором. Здесь мы находимся, конечно, между жалобами и непримирением жителей с недостатками работы рекоператора, ну и, соответственно, некое непонимание рекоператора наших требований. Мы понимаем, как должно быть, но не хватает законодательной базы, не хватает ресурсов достичь этого результата. Поэтому работа продолжается. Задача максимума городской администрации на 2022 год – освоение новых территорий и вовлечение их во внутренние процессы города. В следующем году Саров ожидает и ряд крупных мероприятий. Одно из них – 30-летие закона ОЗАТО. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. За выдающиеся достижения в области обеспечения безопасности РФ, а также многолетний добросовестный труд. Почетному ветерану РФИАЦ ВНИЕВ, ведущему инженеру завода ВНИЕВ, Александру Петровичу Федотову, присвоили звание почетный гражданин города Сарова. В этом году он отметил 90-летие. Стаж его работы – 72 года. Александр Петрович прошел трудовой путь от контролера отдела технического контроля до ведущего инженера по планированию. Спасибо вам за то, что вы мне наградили таким большим, такой большой наградой. Посмотрел я там галерею гражденных, там академики, директора, главные конструктора, все. А теперь простой человечек и я там буду. Зал аплодировал Александру Петровичу стоя. На такой торжественной ноте и началось заседание Думы последнее в выходящем году. В первом вопросе повестки утвердили перечень имущества, которые Министерство имущественных и земельных отношений предлагает принять в муниципальную собственность. Министерство предлагает нам принять в муниципальную собственность набор духовых инструментов, набор барабанов, общее количество, три штуки, и книги, три экземпляра книг имущества предлагается закрепить на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, детской музыкальной школой и библиотекой имени Маяковского. Также народные избранники обсудили финальные корректировки в проект решения о бюджете Сарова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Главный финансовый документ города депутаты приняли единогласно. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Ряпов, Служба новостей, Саров, 24. Сильные снегопады, метели, гололёд или снежные каши на дорогах. Зима каждый год устраивает для сотрудников депо настоящие испытания на прочность. Но теперь бороться со стихией будет проще. Автопарк предприятия пополнила новая уборочная техника. Часть машин уже отправились на дороги города, вторая будет готова к эксплуатации в ближайшее время, как только транспорт зарегистрируют. Это очень большое событие, потому что это новая техника. Она будет работать без поломок в первое время, это точно. А там уже просмотры по эксплуатации. Затрат на запчасти уже будет меньше. Просто на обслуживание, на замену масел, там все текущие какие для АТО. Алексей Сафонов лично оценил состояние новой техники. Глава города посидел и в кабине одной из машин на пассажирском сидении. Среди нового транспорта – грейдер, комбинированная дорожная машина на базе КАМАЗ, два трактора «Беларусь» и посыпалка для борьбы с гололедом на дорогах. Всего на борьбу с капризами погоды выйдут шесть единиц техники. Грейдер – это как строительная техника, так же уборочная техника. Это идет расчистка снега для уборка. Летом для строительства дорог – это планировка грунта, планировка щебня. КАМА – это для расчистки города. Это от снега идет отвал, плуг и щетка подметает. Трактор тоже самое идет для очистки тротуаров и дорог. А посыпалка посыпает как дороги, так и тротуары. С прибытием новой техники появились и вакантные места. Дорожно-эксплуатационному предприятию требуются механизаторы и водители. По всем вопросам обращаться в отдел кадров ДЭП по телефону 99-214. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Серебристые шары на елке – не просто украшения, а заветные детские мечты юных саровчан, которые теперь обязательно исполнятся. Коньки, кукольные домики, смартфоны – ребята обращались к Дедушке Морозу с самыми разными просьбами. Мы с Алексеем Александровичем в прошлом году уже участвовали в акции «Елка желаний». Дарили ребятам подарки, и вот это неподдельное детское счастье от того, что мечта сбылась, просто невероятно заряжает, и хочется это повторить. Ну и, конечно, и кукольный домик, и коньки дети получат. Добрыми волшебниками для детей стали директор ядерного центра Валентин Костюков, научный руководитель ВНИЭВ Вячеслав Соловьев, заместитель председателя профсоюзного комитета ядерного центра Сергей Козинцев, председатель городской думы Антон Ульянов и глава города Алексей Сафонов. Очень хорошая традиция, она позволяет в конце года остановиться в чехарде событий, в чехарде проблем и посмотреть на наш мир другими глазами, именно детскими глазами. И если уже дети не будут верить в счастье, то нам это зачем жить. Благотворительная акция «Елка желаний» прошла в нашем городе во второй раз. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. К мозгам, к легким кровь придет, а вот до пульса, до почек, до ног не дойдет. В конференц-зале первой поликлиники прошла школа пациента по теме фибрилляция предсердий, о факторах риска, приводящих к появлению либо обострению сердечно-сосудистых заболеваний, особенностях их диагностики, медикаментозного и немедикаментозного лечения, слушателям рассказал главный специалист по кардиологии ФМПА России в ПФО Константин Мазалов. В ходе визита Вероники Игоревны Скворцовой в наш город в октябре этого года было высказано пожелание активизировать работу по профилактике заболеваемости и смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний. И вот в рамках этого направления деятельности к нам сегодня в больницу приехали доктора исполнца. Позднее саровские пациенты с подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями смогли получить бесплатную консультацию ведущих врачей-кардиологов Приворского окружного медицинского центра ФМПА России. Всего персональной консультации получили 25 человек. На консультации, конечно, мне понравилось то, что было очень по-деловому. Были озвучены все варианты лечения, была предложена конкретная помощь. Я думаю, что я ей воспользуюсь. Настрой положительный. Видно, что врач такой энергичный, готовый решать проблемы. Это хорошо. Проанализировав результаты осмотров, эксперты принимали коллегиальное решение о возможности лечения в стационарах помц, либо маршрутизации с целью лечения в федеральных клинических центрах ФМПА России в рамках программы государственных гарантий, то есть бесплатной для пациента за счет средств ОМС. Такую помощь окажут восьми саровчанам. День получился хороший. Есть удовлетворение от того, что пришли люди совершенно четко по делу. У них были проблемы. Я думаю, мы сможем их лечить, помочь им. И еще мы пообщались с коллегами из Сарова. Тоже это было интересно им и нам. Теперь у нас есть прямые контакты. Мы сможем помогать друг другу дистанционно. Такие выездные консилиумы планируют проводить на регулярной основе. В наш город будут приглашать не только кардиологов, но и врачей других специальностей. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Лябов. Служба новостей. Саров, 24. Более 128,5 миллиардов рублей выделит правительство на выплаты медикам, которые помогают больным коронавирусом за работу во время новогодних праздников. Также эти средства пойдут на продолжение выплат в первом полугодии 2022-го. Средства получат врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи, а также сотрудники стационарных социальных организаций. Они помогают бороться с инфекцией в домах престарелых, интернатах для инвалидов и в других социальных учреждениях. Число вновь выявленных случаев коронавируса продолжает снижаться, рассказал Михаил Мурашко. Сейчас лечение проходит 547 тысяч россиян, 126 тысяч остаются в стационарах. 4200 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также министр здравоохранения доложил Михаилу Мишустину о том, как проходит вакцинация населения. Всего провакцинировано 78 миллионов человек и в достаточном количестве сегодня имеются запасы вакцины. В достаточном количестве организованы пункты вакцинации, как мобильные, так и стационарные. Особая категория для внимания медицинских сотрудников – это граждане старше 60 лет. Прошли вакцинацию сегодня 67%. Министр здравоохранения также напомнил, что всем, у кого с момента прививки прошло полгода, необходимо ревакцинироваться. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в своем докладе отметила, что особое внимание в нашей стране сейчас уделяют штамму омикрон. Он распространяется очень быстро. В странах Европы показатели ежедневно бьют новые рекорды. Поэтому все меры, которые принимают в Российской Федерации, как никогда актуальны. Учитывая нас предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма омикрон безусловно возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения, и я прошу на это обратить особое внимание. Михаил Мишустин призвал глав регионов взять ситуацию по борьбе с распространением коронавируса под личный контроль и заниматься этим буквально в ежедневном режиме. Также он напомнил россиянам, что в случае появления симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача. До трех пожаров в нашем городе происходят каждый год именно в период новогодних праздников. Особо огнеопасна сама елка, тем более если она искусственная. Стоит повнимательнее присмотреться и к гирлянде, что ее украшает. Зачастую их могут делать из некачественных материалов. При покупке той же самой елки либо гирлянды и даже пертехнических изделий нужно обязательно просить сертификат. Если есть сертификат, соответственно, там все прописано. Сертификат какой это изделие, какого оно класса горючести. Но не все, конечно, понимают, о чем я говорю. Но сам факт того, что если есть сертификат, соответственно, данный вид продукции лицензированный и он прошел проверку. Пиротехнику нужно покупать в магазинах, а не на рынках или с рук. Осмотрите коробку. Если она повреждена, разорвана либо помята, салюты нельзя использовать. Также обязательно посмотреть срок годности фейерверков. Запускать пиротехнические изделия могут только лица, достигшие совершеннолетия. Нельзя запускать их из рук. При запуске пиротехнического изделия, самое главное, нужно выбрать площадку для данного запуска. На упаковке, на каждой изделии, должна быть прописана инструкция. Вот в инструкции прописано, какое расстояние, минимальное расстояние должно быть от зданий, сооружений, от деревьев, от линий электропередач для безопасного запуска. Вот это есть на упаковке. Запускать фейерверки с балконов также запрещено. Но лучше потратить пару минут, выйти на улицу, обезопасив себя и близких. Ни при каких условиях нельзя направлять фейерверк на людей, либо в окна домов. ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕТ МОРОЗ Профилактическую беседу полицейский Дед Мороз в преддверии школьных каникул с учениками школ города сотрудники госавтоинспекции проводят ежегодно. Ее цель – напомнить детям о важности соблюдения правил дорожного движения. Хотелось бы напомнить пешеходам о том, что переходить дорогу нужно только в положенном месте по пешеходному переходу. Обязательно нужно остановиться и убедиться в том, что машины пропускают вас. Необходимо кататься только с безопасных горок, то есть там, где нет трамплинов, нет никаких препятствий. И, конечно же, чтобы горка не выходила на проезжую часть дороги. Вместе с Дедом Морозом ребята угадывали знаки дорожного движения, играли в игры и разгадывали новогодние загадки. Я узнал полное название некоторых знаков. Например, кирпич въезд запрещен. Интересно, потому что это было такое название – полицейский. А обычное название – это просто Дед Мороз, а полицейский – классно. В завершении мероприятия полицейский Дед Мороз поздравил всех участников акции с наступающим Новым годом, пожелал ребятам веселых зимних каникул и вручил подарки. Также сотрудники госавтоинспекции напоминают саровчанам, что в рамках акции «Зимние каникулы» проводятся конкурсы, в которых может принять участие любой желающий. Достаточно просто найти страницу ВКонтакте о ГИБДД по Нижегородской области, 407-й на связи. Там есть вся информация. Ирина Вашегородцева, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Тема нетрезвых водителей за рулем становится особенно актуальной в праздничные дни. На конференции начальник Саровского отдела ГИБДД Александр Косенков и директор Департамента городского хозяйства Сергей Лобанов обсудили эту проблему с саровскими журналистами и акцентировали внимание на информационной службе 112. В мае месяце у нас в Нижегородской области реализуется проект в Нижегородской области «Трезвое лето», когда жители идут к нашему городу, но всей области. У горячей линии 112 имеют возможность агрессивно сообщить о нетрезвых водителей. Жители неравнодушно относятся к этим правонарушениям, не проходят мимо. Спасибо им за это большое. И вот это очень большое подспорье к условию сокращения личного состава, оно позволяет нам вовремя выявлять этих водителей. Чтобы сообщить по номеру 112 о пьяном водителе, вам необходимо запомнить все детали, которые могут помочь сотрудникам правопорядка. Желательно назвать номер машины и ее внешние характеристики, цвет, марку или какие-либо особенности, а также предполагаемый маршрут транспорта. Все это будет большим подспорьем и поможет инспектору Дорожной поторговой службы в потоке автомобилей выявить это транспортное средство и его, соответственно, задержать. Любая информация, она нам поможет. Самое главное, чтобы она была оперативная, доступная для восприятия и содержала минимальный набор этой информации. Сотрудники ГИБДД и представители администрации постоянно следят за ситуацией на дорогах города. По итогам 2021 года наиболее опасным дорожным участком признали перекресток улиц Курчатова и Московской. Там произошло более четырех ДТП. В связи с этим представители администрации решили установить светофоры с обновленными режимами. И дополнительно для снижения скорости транспортных средств, которые пересекают данный перекресток по наиболее такому опасному направлению, это сама непосредственно улица Московская, было принято решение поднять, то есть сделать так называемые неровности, ближайшие полицейские. За год сотрудники ГИБДД задержали 209 водителей в состоянии алкогольного опьянения. По статистике, за последние 11 месяцев по вине нетрезвых автолюбителей произошло 8 ДТП и пострадало 11 человек. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Дед Мороз и Снегурочка пришли в Совет ветеранов города, чтобы поздравить всех его участников с Новым годом, раздать подарки и вместе спеть новогодние песни. Праздничное настроение создавали накрытые столы и украшенные елки. Совместные проводы уходящего года стали в Совете ветеранов города уже доброй традицией. Вообще запланированы были два мероприятия к Новому году, потому что мы считали, что людям нужно обязательно какой-то праздник, к Новому году тем более поздравить. Естественно, мы не могли слишком широкий круг, конечно, собрать, но решили собрать столько, сколько мы можем вместить. На мероприятии звучали теплые пожелания в адрес ветеранов города, а вокальный ансамбль «Улыбка» устроил для всех настоящий праздничный концерт. Женщины спели как всеми любимые старые добрые композиции, так и новогодние песни. Весь зал подпевал знакомым словам. Я, конечно, желаю вам, чтобы в душе у вас всегда был мир, чтобы ваши близкие всегда вас радовали своим вниманием, чтобы у вас было крепкое здоровье. Ваши близкие дети, внуки, у кого есть правнуки, они радовали вас не только вниманием, но и своими успехами. Вообще наш ансамбль и организаторы, конечно, молодцы, вы, наверное, слышали уже отчеты новогодние и поздравления администрации. И мы, в общем-то, даже сами рады. Всегда мы собираемся. Впечатление это хорошее. Я говорю, почему вот я хожу сюда и с удовольствием. После концерта ветераны города продолжили праздник за новогодним столом. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Совете ветеранов микрорайона номер 6 тоже встретили наступающий Новый год. А какой праздник обходится без подарков? Депутат избирательного округа Михаил Савин вручил продуктовые наборы малоимущим и одиноким ветеранам. Чтобы все-таки проявить внимание, в первую очередь, заботу к людям, такие вещи делать необходимо. Пусть, значит, подарок будет небольшой, да, но это внимание всегда, людям всегда это приятно. Иногда и очень часто пожилым людям нужно общение, которого, вот, к сожалению, в настоящее время они лишены. Такую акцию Михаил Савин проводит ежегодно не только к Новому году. Депутат поздравляет ветеранов и с 8 марта, и с 23 февраля и просто оказывает необходимую помощь. Благодарность ему за то, что он постоянно общается со своими избирателями, то, что он умеет находить общий язык с людьми, вот, у него и акция была, и поздравление многодетных семей с детишками. За праздничным столом собравшиеся обсудили проблемы, которые волнуют жителей округа. У ветеранов была возможность лично пообщаться с депутатом и задать ему все интересующие вопросы. Совет ветеранов 6-го микрорайона также поздравляет с наступающим Новым годом своих депутатов Олега Бабушкина и Евгения Данченко. Кто сказал, что электромонтажник – не женская профессия? К чемпионату Кристина Егорова начала готовиться еще весной, и долгие кропотливые занятия не прошли даром. Среди конкурсантов Кристина была единственной девушкой. Одни смотрели на нее удивленно, другие – с долей скептицизма. Но это ее мало волновало. На региональном этапе девушке удалось завоевать первое место в номинации «Электромонтаж». Конкурсное задание состояло из того, что необходимо было создать установку на четырех панелях. Это освещение, управление освещением с помощью логического контроллера. И собрать силовую схему – это управление двумя двигателями. Студенты политехнического техникума стали победителями еще в одной номинации – обработка листового металла. Уже трижды в этой номинации ребята пробовали свои силы, но до этого становились призерами. Конкурсное задание Владимиру Горняеву было известно заранее, и ему нужно было сделать мангал. На выполнение организаторы отводили 17 часов. Чемпионат проходился в три дня. В первый день мы ознакомливались, в первый день у нас проводился первый модуль, во второй день – второй модуль, в третий день – третий модуль. В первом модуле был маленький мангальчик, во второй день была кабина, топка, в третий день была флюгарка, которая одевается на мангал. Теперь финалисты будут готовиться к следующему этапу чемпионата. На этом награды студентов не закончились. Сергей Николаев стал призером чемпионата, заняв второе место в номинации «Инженерный дизайн-кат». Конкуренция была серьезной. Ежедневно ребята проводили за экранами своих мониторов по шесть часов. Проходил этот конкурс в Нижнем Новгороде, в радиотехническом колледже. Конкурс сам проходил три дня. Каждый день выдавался новый модуль. В этом модуле было несколько подсборок. Основных сборок мы непосредственно проектировали по данным чертежам. Число участников от Сарова в этом чемпионате растет год от года. В этот раз воспитанник 10-й школы в «Джуниор Скилл» стал призером номинации «Обработка листового металла». Детская Всероссийская Олимпиада дизайна – это новый конкурс для молодежи. В этом году его провели впервые. Организатором Олимпиады выступила детская школа дизайна в Нижнем Новгороде. Всего конкурс включал пять номинаций. Дизайн светильников, дизайн мебели, авторский знак, иллюстрация и плакат. Нам легче такое прикладное творчество, макетное. То есть мы ярче всего бы, наверное, представили это все. Поэтому выбрали дизайн светильников. Именно в этой номинации получили задание «Создать светильник». То есть это произвольное было сначала задание. То есть светильник на выбор, потому что они тоже разные все бывают. Олимпиада прошла в два этапа. Сначала участники в дистанционном формате должны были выполнить задание и прислать фотографии готовых работ. А в финале ребятам в режиме онлайн за четыре часа предстояло придумать и сделать совершенно новый светильник. Каждой возрастной категории был свой вариант светильника. То есть кому-то потолочный светильник достался, кто-то настольный делал светильники. И они уже в течение четырех часов самостоятельно должны были придумать и сделать его из листового материала. То есть бумага, картон, любой листовой материал, который был под руками. Но у нас был картон и бумага. Юные дизайнеры проявили всю свою креативность и творческий подход к делу. Продемонстрировали навыки проектирования и моделирования. Воспитанницы детской школы искусств Кира Панова и Екатерина Макушина в своей возрастной категории заняли второе место. А Софья Новожилова стала победителем детской олимпиады дизайна. Я сделала основание, а здесь сама пришла и получился гриб. Я сначала вырезала круги, а потом сверху добавила шляпку и все. Так как зима, я не знаю почему, но я подумала про лето. Я вспомнила, как мы с родителями собирали грибы и я захотела сделать корзинку летнюю. Но я поставила вокруг картона палочки и обвела такой полупрозрачной ленточкой. От архитектурно-художественного отделения детской школы искусств на конкурс прислали 15 светильников. А всего жюри детской олимпиады дизайна получили 1991 работу со всех уголков России. Международный конкурс «Глиеровская осень» проводится при прямой поддержке родственников и потомков композитора. Жюри конкурса – это академики, профессора, народные и заслуженные артисты России. В этот раз Саров представляла ученица второго класса фортепианного отделения детской музыкальной школы имени Балакирева Мария Сысоева. Я репетировала, там раскладывала по частям, то есть там, например, сегодня я репетирую такую-то часть, завтра такую-то, то есть я раскладываю по частям произведения и разучиваю его. Папа говорит, что мне это как бы дано, и поэтому мы пошли именно на фортепиано. В связи с ковидными ограничениями стал достаточно распространенным видеоформат участия в конкурсе. Мария и ее преподаватель Михаил Самсонов также записали выступление двух музыкальных произведений на камеру. По итогам «Глиеровской осени» Саровчанка получила звание дипломанта третьей степени. Главным образом все-таки важно то, что ребенок музыкально развивается, как он вот себя чувствует в музыке. У каждого какие-то свои отношения складываются с музыкой. Вот это, мне кажется, важнее всего. Сейчас Мария Сысоева уже готовит большую программу к следующему конкурсу, который пройдет в Сарове в январе между музыкальными школами города. 22 медали оказалось в копилке спортивной школы «Экар». Из 35 саровских батутистов многие спортсмены приехали из Нижнего Новгорода с хорошими результатами. Так прошли чемпионаты первенств в Нижегородской области по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. В соревнованиях участвовали ребята всех возрастных категорий. Неплохо. Можно было лучше. Кто-то не смог показать результаты. Чем он прыгал здесь, показывал, там хуже выступил. Кто-то упал. Ну, тоже здесь много чего влияет. В зале было холодно еще. Очень холодно. Мы поехали, когда морозы были. И трамплину надо привыкать к снаряду. Времени не было привыкнуть. Несмотря на трудности, высокие результаты показали даже самые маленькие спортсменки. Варвара Кулькова заняла первое место. И Варвара Латухова второе место. Большие областные соревнования – это их первый серьезный опыт. К такому событию девочки усердно и тщательно готовились. И уже сейчас подают большие надежды. Я приходила, наверное, с часа за два до тренировки и тренировалась. У меня занималась сестра. Мы ходили ее забирать. И мне очень понравилось, как они тут все это делают. И я начала упорно тренироваться. Я сначала вот приходила. У меня ничего не получалось. Потом я начала хорошо тренироваться. И вот у меня теперь получается. Мне нравятся батут и трамп. Потому что здесь даются тренировки, чтобы выступать хорошо. Тамара Давыдова стала абсолютным победителем первенства области по прыжкам на двойном мини-трамплине. Спортсменка выступала по программе мастеров спорта в возрастной категории 15-16 лет. Для Максима Синицкого соревнования не были сложными, потому что юный батутист был уверен в своих силах. Такой решительный настрой принес спортсмену первое место. Я стараюсь как можно сильнее усложнить свои элементы, чтобы занимать на других соревнованиях, более сложных первые места. Меня привлекает в этом спорте красота элементов и много еще чего. Теперь саровские батутисты готовятся к чемпионату и первенству Приволжского федерального округа, который пройдут в феврале следующего года. В Оренбург поедут призеры и победители областных соревнований. Редактор субтитров А.Семкин